Продолжение следует... Большинство людей без выяснения причин предпочитают установить, приобрести и установить новое УЗО или ДИФ-автомат взамен якобы неисправного. Но как показывает практика, проблема от этого не решается и приходится разбираться самостоятельно или обращаться к специалистам-электрикам. Кто из вас пытается решить данную проблему самостоятельно, тому в помощь и пригодится данный видеоролик и приложенная к нему статья. В качестве примера я воспользуюсь ДИФ-автоматами от компании КАС, то есть это Курский электроаппаратный завод, серия автоматов OPTI-DIN WD-63. То есть это дифференциальный автомат с номинальным током 16 А, характеристикой C и модулем защитного отключения с током уставки 30 мА. Чтобы убедиться в исправности данного ДИФ-автомата, нужно как минимум проверить его кнопкой тест. Для этого его взводим, включаем, нажимаем кнопку тест. Как видим, аппарат исправен. Первая, самая распространенная ошибка при монтаже, это соединение нуля и защитного проводника после УЗО. То есть рабочий ноль соединяет с защитным проводником ПЕ после УЗО или ДИФ-автомата. Например, в розетке. Так обычно делают электрики старой закалки, выполняя тем самым как бы зануление. В этом случае ток, прошедший через один полюс ДИФ-автомата, фаза, будет меньше, чем ток, вернувшийся через другой полюс ДИФ-автомата ноль. Так как часть тока вернется через защитный проводник ПЕ, что и приведет к срабатыванию ДИФ-автомата. Обратите внимание, что при такой схемке, вот, кстати, вот эта перемычка, про которую я говорил, установлена между ПЕ и нулем. Причем, вы даже не сможете взвести, то есть включить ДИФ-автомат или УЗО, его сразу же будет выбивать. Кстати, прошу заметить, что у ДИФ-автомата Optin-1 от компании КЭАС конструктивно выполнено разделение при срабатывании токовой защиты, то есть теплового и электромагнитного расцепителя, и защита от появления в цепи дифференциального тока утечки. Если автомат отключился, и зеленая рукоятка осталась включенной, то есть в верхнем положении, то значит сработала защита от сверхтока, то есть перегрузка или короткое замыкание в цепи. Если при срабатывании, при отключении ДИФ-автомата зеленая рукоятка тоже отключилась, то причиной сработки ДИФ-автомата была утечка. Согласитесь, ведь это очень удобно, когда имеется такая информация. Сразу же видно причину отключения ДИФ-автомата. Либо это перегруз или короткое замыкание в цепи, либо это утечка. Вторая ошибка подключения УЗО. Назовем его неполнофазная. Такую ошибку я недавно, совсем недавно обнаружил при проведении измерений в одном из торговых центров. Почему и кто так сделал, я даже затрудняюсь сказать. То есть фазу с выхода ДИФ-автомата подключили на нагрузку, на розетку, а ноль взяли с нулевой шинки, то есть откуда у нас подключен входной ноль. Таким образом ДИФ-автомат можно включить, но при включении малейшей нагрузки он отключится. Ток вначале пройдет через ДИФ-автомат, а обратный ток пойдет не обратно через нулевой полюс ДИФ-автомата, а напрямую через нулевую шинку и в сеть. То есть вот, подключая сейчас нагрузку, это обычная светодиодная лампа, 9 Ватт. Смотрите. ДИФ-автомат отключился. Еще раз смотрите. Видите, только включаю, сразу отключается. Так, при такой схеме кнопка тест вроде как исправно работает. Третья ошибка, она аналогична предыдущей, только. Если вот вторую ошибку мы рассматривали, то здесь как бы наглядно видно, что с УЗО уходит один фазный проводник, а с нулевой клеммы ничего нет. То есть уже стоит задуматься, что что-то здесь не так. А вот в третьей ошибке делают немножко по-другому. Сейчас расскажу как. То есть здесь 0 подключает обратно на нулевую шину. То есть 0 сначала идет на ДИФ-автомат. С выхода ДИФ-автомата 0 подключает обратно на нулевую шину. А на нагрузку берут, фазу берут с ДИФ-автомата. А 0, вот на розетку, тоже с нулевой шиной. То есть не с этой клеммы, не с нулевой клеммы как нужно, как положено, а с нулевой шиной. В итоге что мы имеем? УЗО или ДИФ-автомат без проблем взводится, включается. Но здесь уже не работает кнопка тест. То есть это уже нужно заострить внимание. Так, ну и давайте подключим нагрузку. Подключаю нагрузку. ДИФ-автомат отключается. Еще раз включим. Видите, кнопка тест не срабатывает. Подключаем нагрузку. ДИФ-автомат отключается. Идем дальше. Следующая ошибка подключения УЗО и ДИФ-автоматов. Смысл ее заключается в следующем. Приходящая фаза приходит на входную клемму у ДИФ-автомата, уходит на розетку. Здесь все правильно. 0, приходящий 0, приходит на нулевую шину. А с нулевой шины уходит на выходную клемму. На выходную нулевую клемму. А должен идти на входной 0. То есть входной 0 подключает на выходную клемму у ДИФ-автомата. А входной 0 подключает... А на входной 0 подключает нагрузку. Такое тоже очень часто встречается. То есть заведут в щиток. Очень много кабелей. И в торопях все это дело расключают. И потом очень трудно разобрать данную ошибку. Итак. Вроде бы все включается. Но опять кнопка тест не работает. То есть ДИФ-автомат при нажатии на кнопку тест не отключается. И то же самое. При подключении нагрузки происходит срабатывание ДИФ-автомата. Еще раз покажу. Еще одна не менее распространенная ошибка. Это когда назовем ее соединение нулей разных групп. Здесь имеется ввиду следующее. Предположим, установлено у нас в щите два ДИФ-автомата. Ну, сверху они подключены шлейфом. То есть фаза-фаза, ноль-ноль. При подключении фаз ошибки не возникло. А вот нулевую жилу одного кабеля подключили. То есть фазу подключили вот на первую розетку. А ноль к этой розетке взяли с соседнего УЗО. Соответственно, вторую розетку фазу подключили со второго УЗО. А ноль второй розетки взяли с первого УЗО. Ну, или ДИФ-автомата. То есть перепутали нули и подключили их на соседние устройства. Что же будет? Как будут вести себя ДИФ-автоматы? Взводим первое. Взводится. Кнопка тест работает. Взводим второе. Взводится. Кнопка тест работает. Взводим оба. Проверяем кнопку тест первого. Работает. Опять оба включили. Проверяем кнопку тест второго. Работает. Вроде бы все исправно работает. Давайте теперь подключим нагрузку. Итак, подключаю нагрузку в розетку номер один. Что видим? Отключились оба ДИФ-автомата. Давайте еще раз посмотрим. В первую розетку. Отключаются оба ДИФ-автомата. Давайте включим нагрузку во вторую розетку. Такая же история. Такая же ситуация. То есть, без нагрузки все работает нормально. Рычажки ДИФ-автоматов включаются без проблем. Кнопки тест работают исправно. Но как только вы подключаете какую-нибудь нагрузку или электрический прибор в любую из розеток, то сразу же отключаются оба ДИФ-автомата. Это связано с тем, что в каждом ДИФ-автомате ток будет проходить по какому-то одному полюсу, что и вызовет их срабатывание. Еще одна ошибка. Это объединение нулей после двух ДИФ-автоматов. Похожа ситуация, только в этом случае случайно соединили нули от разных ДИФ-автоматов между собой. То есть, там до этого случая был, когда перепутали соседние устройства, а сейчас случайно соединили их нули на нагрузке. Такое частенько случается при ошибочном соединении в распределительной коробке. Так, как же себя ведут кнопки тест? Включаем первый ДИФ-автомат. Кнопка тест работает. Включаем второй. Кнопка тест работает. Включаем оба. Нажимаем кнопку тест первого. Отключаются оба. Или наоборот. Отключаются оба ДИФ-автомата. То есть, что будет, если подключим нагрузку? Подключаем розетку номер один. Отключаются оба. Подключаем розетку номер два. Отключаются оба. Всем спасибо за внимание. На этом все. По мере выявления и отыскания новых ошибок в подключении ДИФ-автоматов и УЗУ, я буду добавлять дополнения в статью и снимать новые видеоролики. Если вы в процессе эксплуатации и обслуживания электроустановок встречались с какими-нибудь другими ошибками в подключениях, буду рад, если поделитесь данной информацией в комментариях к статье или к видеоролику. Еще раз спасибо. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok